В этом выпуске прочитаю ваши лучшие комментарии, а в конце будет ждать сюрприз. Алга! Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург, а между прочим, нас уже 20 тысяч. Вы так много и здорово оставляете комментарии под всеми нашими видео, что я понял, что вы хотите общаться и дружить. Поэтому в этом видео решил поддержать вашу инициативу. Поехали! Пишет нам Мэн Ян. Эховцы, запаздывайте! Оперативнее надо! Вчера поздно вечером, а вы должны быть первыми, потому что Алга. Мэн Ян, спасибо, что не даете нам расслабиться. Указание к действию принял. Есть выкладывать новость первыми. Пишет нам Принцесса Трон. Английский знаю, казахский не знаю. Вот если бы вы, ребята, еще хотя бы по несколько слов говорили по-казахски на каждом видео с переводом на русский, учили бы нас. А то только Алга говорите и больше ничего не говорите по-казахски. Спасибо! Алга мы уже выучили. Давайте еще слова. Ну что ж, принцесса, специально для вас. Слово «Тамаша», что в переводе означает «Отлично». Откуда я узнал это слово? Дело в том, что так называется одна из композиций группы Made in KZ. В рамках знакомства с творчеством Казахстана я теперь слушаю совместно с вами композиции этой замечательной группы. Заодно и казахский учу. Поэтому смотрите, совсем скоро появится этот выпуск, так сказать, чтобы закрепить слово в своем лексиконе. Лия Крисина пишет «Здравствуйте, Саша. Привет, Ваня. Димаша слушаю уже второй год. Он помог мне сделать правильный выбор – продолжать работу или уволиться». Хм, как интересно. И вот решающим аргументом в пользу последнего варианта стала мысль. «А я ведь смогу слушать Димаша сколько угодно и когда угодно!» Так и получилось. И я этому рада. В свободное от внуков время вхожу в Нирвану под песни Димаша. Ну что ж, мы вас поздравляем с правильным выбором. Только иногда возвращайтесь из Нирваны, чтобы смотреть выпуски «Алга Петербург». Стеллар Хади пишет «Как вы сегодня синхронно с Дмитрием Лебедевым рассказали о Made in KZ? Вот что значит мыслите в правильном музыкальном направлении. Крутая группа, невероятно талантливые и профессиональные. Кто еще не знаком с ними, обязательно познакомьтесь. Не пожалеете. Действительно, Дамбра – уникальный инструмент. Никого не может оставить равнодушным ее звучание. Почти все казахи, которых я знаю, виртуозно владеют ей. Вечерами на даче часто выхожу на улицу и слушаю соседа, который живет в 200 метрах от меня и часто играет на Дамбре. Он простой парень, строитель, но то, что он вытворяет с этим инструментом, не передать словами. Музыка разносится на всю степь, в которой находится наш дачный массив. Так что мне очень повезло, что периодически слышу эти степные концерты. Да уж, Стеллар, мы действительно вам завидуем. Дамбра – фантастический инструмент, и чем больше я слушаю, тем больше хочется. К слову, продолжение я хочу зачитать еще один комментарий, который как раз и раскрывает всю палитру и возможность этого инструмента. Послушайте, какой красивый комментарий. Салтанат Ильясова. Дамбра – это очень важно. Передает звуки природы. А это клёк от орла, топот копыт, вой волка, лай собак, звук стремени стреножных ночных коней, крики улетающих журавлей, клич лебедей на озере возле аула, шорох и шелест трав, и говор ручейка. Очень поэтичный комментарий. Пишет нам Бахыт Шаридбаев. Классный выпуск, впрочем, как и всегда. По скрипту. Как всегда, два дизлайка. Опять эти тетки-страйкометчицы. Да уж, Бахыт, не знаем, что с ними делать. Регулярно приходят с проверками на наш канал. Наш канал открыт для всех. Дина Кейзет пишет. Удивительно, но меня родители назвали в честь Дины Нурписовой. Кстати, кто еще не смотрел этот выпуск, обязательно посмотрите. Это про уникальную женщину из Казахстана, которая мастерски владела игрой на дамбре и всю эту технику передала будущему поколению. Не зря ее называют бриллиантовая бабушка. Так вот, удивительно, что меня родители назвали в честь Дины Нурписовой. Мечтали, что я буду играть на дамбре. Также виртуозно. Кто же знал, что медведь не просто наступит, а основательно потопчется на моих ушах. Спасибо, ребята, за такой познавательный экскурс. Несметное богатство не в недрах Казахстана. Это его народ. Трудолюбивый, добрый, гостеприимный, талантливый. Спасибо вам, Дина, за такой теплый комментарий. Ну а в завершение выпуска вас ждет обещанный сюрприз. Это творческое объединение поэтессы Юлии Селивановой, которая пишет замечательные стихи о Димаше, и Елены Черненькой из Украины, выпуски с которой вы обязательно должны посмотреть на нашем канале. Так вот, результат их творческой коллаборации вы услышите прямо сейчас. Алга! Юлия Селиванова Димашу посвящается Сентябрь 2019 год Читает Елена Черненькая Ночь на дворе и полная луна Я не могу уснуть, как не стараюсь Да просто взглядом я опьянена Того, кого забыть я даже не пытаюсь А взгляд такой пронзительный, как нож И жарко, что лицо мое пылает Я из последних сил противлюсь Только все ж люблю его И от любви своей сгораю Ведь только он несет покой душе Его слова мудры, а сердце чисто Теперь живу, как будто в мираже И без него жизнь не имеет смысла Вот как много хороших людей познакомил и подружил скромный парень из Казахстана Если у вас тоже есть желание выступить на нашем канале Присылайте ваши работы, предложения на наш номер ватсап Мы всегда рады гостям Алга Димаш! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым И не забудьте поделиться этим видео с друзьями Пусть о казахском феномене узнают все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok